Здравствуйте! В эфире Первая студия. С вами Алмажана Манкельдинова. Сегодня мы поговорим об итогах жилищного строительства за этот год, а также о программе Хостанай Жастаре, которая стартовала в прошлом году в пилотном режиме. В студии Динара Ихласова, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Кустанайской области, а также Айман Магазумова, руководитель отдела по делам молодежи, управления общественного развития Акимата Кустанайской области. Уважаемые гости, здравствуйте! Добро пожаловать к нам в студию. Тема довольно интересная, которую мы сегодня будем обсуждать. Ну и, наверное, в первую очередь, давайте, Динара Морзолыевна, начнем с вас. Давайте напомним нашим телезрителям о концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы. Мы так понимаем, это программа, которая пришла на смену программе Норлужер. Да, все верно. Ранее были есть программа Норлужер. С прошлого года это программа. Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства на 2023-2029 годы. Обеспечение населения жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед государством. За последние годы в нашей области активно развивается строительство, появляются новые здания, сооружения, реализуются государственные программы по обеспечению населения жильем. В текущем году в нашей области за счет всех источников финансирования будет построено 500 тысяч квадратных метров и это порядка 4300 квартир. По итогам 10 месяцев 2023 года в сфере жилищного строительства достигнуты положительные результаты. За 10 месяцев введено 412-4 тысячи квадратных метров. Это на 104,3% к аналогичному периоду прошлого года. Если детально говорить, что это 9 тысяч квадратных метров арендного жилья, 36,6 тысяч квадратных метров это кредитного жилья и 231,8 тысяч квадратных метров коммерческого жилья и 135 тысяч квадратных метров это ИЖС, индивидуальное жилищное строительство. Основная доля реализуемых проектов это за счет города. Всего это где-то 70% от общего объема водожилья. У нас завершается строительство таких микрорайонов, как аэропорт, юбилейный, продолжается застройка микрорайонов Куна и Береке. А вообще, что касательно бюджета, который в целом выделили общий? В общем, если говорить, что у нас в текущем году, так как у нас нет арендного жилья, идет субсидирование арендной платы, с республики выделены денежные средства на приобретение 183 квартир для социальных слоев населения. 183 квартиры – это данное жилье будет предоставлено очередникам, состоящим на учете, нуждающимся в жилье в соответствии с жилищным законодательством. И имеющий совокупный среднемесячный доход за последние 6 месяцев на каждого члена семьи ниже однократного размера прожиточного минимума. В 2023 году этот размер составляет 40 567 тенге. Конкурсные процедуры по приобретению квартир проводятся управлением строительства. На основании проведенных анализов имеющегося жилья на вторичном рынке акиматов регионов. В Кустанае приобретается первичное жилье. На сегодняшний день в двух районах области приобретены 8 квартир. Это две квартиры в Амангельдинском районе и в Кустанайском районе 6 квартир. Также есть договора, которые находятся на оформлении. Динара Мурзалыевна, вот здесь хочется спросить о новых микрорайонах. Вот Кунай, Береке, аэропорт. Более подробно. Более подробно? В целом, насколько нам известно, недавно буквально и в Юбилейном, и в Кунай как раз-таки уже жильцы, так скажем, им выдали уже ключи от их долгожданных квартир. Вот что вы скажете о новых микрорайонах? На сегодняшний день завершена реализация проекта подведения инженерной коммуникации в микрорайоне Кунай. До конца года завершился проект подведения внутриплощадочной сети электроснабжения, газоснабжения, вертикальной планировки. Из предусмотренных по ПДП микрорайона Кунай 30 многоэтажных домов в настоящее время 14 домов введены. 6 домов будут введены до конца текущего года, а оставшиеся 10 в 2024 году. Также в текущем году за счет бюджетных средств начато строиться 55 индивидуальных жилых домов общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров с дальнейшей реализацией через ООО «Басыбанк». Что касается микрорайона Береке, с начала года в данном микрорайоне из запланированных 15 четырехэтажных домов на этот год строится за счет бюджета 8 уже введены в эксплуатацию, общей площадью 23,2 тысячи квадратных метров на 312 квартир. Оставшиеся 7 домов будут завершены до конца года. За счет коммерческих застройщиков в данном микрорайоне уже построены 17 многоэтажных домов. Это, ну, как уже знаете, 6 домов. Это Балша Констракшн и 11 домов БК Строя. Для улучшения жилищных условий жителей сельских населенных пунктов, еще есть программа субсидирования затрат работодателей на селе. Это когда строят работодатели, дом не более 100 квадратов, и им субсидируется 50%, то есть 5 миллионов. Это для того, чтобы заинтересовать жителей остаться на селе. А что Вы скажете именно об инженерно-коммуникационной инфраструктуре? То есть какой бюджет именно предусмотрен для этого направления вообще в целом? На текущий год на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры предусмотрено 10,4 миллиарда тенге на реализацию 96 проектов, администратором которых является управление строительства, архитектура городстоятельства Акимата в области, заказчиками выступают Акиматы городов и районов. Из этих 10,4 миллиарда, 3,1 миллиарда выделены на реализацию 55 проектов в микрорайоне Кунай на подведение сетей электроснабжения, газоснабжения, подъездные пути, вертикальная планировка, инженерное средство благоустройства к 19-м многоэтажным жилым домам. 2 миллиарда выделены на реализацию 16 проектов в микрорайоне Береке города Кустаная на строительство котельной, подведение подъездных путей, канализации, инженерной коммуникации и благоустройство к 15-м многоэтажным домам. И 700 миллионов это на реализацию 11 инвестиционных проектов, это тоже ИКИ, благоустройство к многоэтажным домам в микрорайоне Юбилейный и микрорайоне Аэропорт, подъездные пути к эндергиозной зоне. 3,7 миллиарда выделены на реализацию 6 проектов. Работы сейчас ведутся по подведению сетей канализации, водоснабжения, электроснабжения, газовых котельных микрорайонов Астана и Бертирек. Это Кустанайский район. Вместе с тем начаты работы по разработке проектов по подведению сетей тепловоснабжения, газоснабжения, ливневой канализации и подъездных путей. Также на реализацию 4 проектов в городе Рудном выделено 253,2 миллиона тенге. Это на 2 проекта по газификации 6 микрорайонов малоэтажной застройки. И благоустройство 39 квартала, и строительство автономной котельной в 39 квартале. Также на реализацию 4 проектов по подведению инженерных коммуникаций к 279 земельным участкам в городах Аркалык, Житогора и Лисаковск выделено 350 миллионов тенге. Ну и, наверное, уже перейдем, так скажем, ко второй теме нашего сегодняшнего эфира. Вот Динара Мурзолейнову сегодня обозначили, сколько квадратных метров вообще жилья было построено в области в этом году. И здесь хочется уже поговорить о программе Кустанай Жастара Айманда Кижановна. Тема тоже довольно-таки актуальная, особенно на этот год, потому что, как нам известно, Кустанай Жастара вообще в пилотном режиме в прошлом году, да, стартовал, как я упомянула в начале своей речи? Да, правильно, был в пилотном режиме, был только на город Кустанай, было выделено 750 миллионов, это 50% АО от Баса Банк, и также 50% это Акиман города Кустанай. Были заявки приняты по городу Кустанай, в общем, было более 300 заявок. Приобрели квартиры 49 претендентов. Был пилотный режим под названием «Жашинарак». В этом году наше управление общественного развития реализовало проект Кустанай Жастара. Наш проект, он по всей области, не только город Кустанай мы затронули, также все города и районы нашей области. У нас насчитывается 16 районов и 4 города, где все работающие молодежь могли подать на данную программу заявки. Заявки принимались от 18 лет до 34 лет включительно. Сумма данной программы также составляла 50% Акиман Кустанайской области и 50% АО от Басы Банк. Это 1 миллиард 50 АО от Басы Банк и 1 миллиард Акиман Кустанайской области. Вся сумма реализации была. Мы были администраторами данной программы. Здесь сейчас также проходим. В каждом регионе создана комиссия по отбору претендентов, где данные списки принимались заявки с 14 августа по 1 сентября включительно. Всего заявок за 10 рабочих дней поступило 1379 заявок. Самый наибольший в городе Кустанай – 950 заявок. Далее комиссия рассматривала все заявки и в списки направлялись уже в наше управление. Айман Токижановна, здесь хочется сразу спросить об условиях программы. Что вы скажете об этом? Условия данной программы было 5% годовых банка, 10% первоначального взноса от стоимости жилья. 10%. Если претендент, например, брал квартиру за 15 миллионов, это был у нас один из условий, это 15 миллионов, до 15 миллионов выдавался кредит. Если приобретал за 15 миллионов, то есть он уже, первоначально взносом был 10%, это миллиард 500. 1 миллион 500, извиняюсь. А также не иметь жилья в течение 5 лет. Это один из основных условий нашей программы. Но, насколько мне известно, есть еще какие-то определенные нюансы, то есть категория граждан, также сфера деятельности. Да, это у нас было по требованиям в рамках данного нашего соглашения через трехстороннюю Акиматку Снайской области, наше управление общественного развития и АО от Басыбанка. Требования были не иметь жилья в течение 5 лет на всех членов семьи. Совокупный доход должен не превышать 150 МРП, это 517 500 тенге. И один из условий, если имелись в семье инвалиды, то прибавлялся 1 балл. За каждый, например, если предоставлять по требованиям списка заявителей, это удостоверение личности, свидетельство о браке, если имелось, свидетельство о рождении детей при наличии, также усыновленных. И если имелись дети вообще в семье инвалиды, 1-2 группы. А вот насколько, я прошу прощения, насколько мне известно, еще есть такой вот нюанс, что, допустим, если ты проживаешь, допустим, в каком-то определенном районе, условно, в Кустанайском районе, то, естественно, по месту прописки, да, я так понимаю, ты должен претендовать именно как раз-таки на жилье именно в данном районе, не в Кустанай. Нет, это, наверное, одно из условий, где мы именно почему запустили по всей Кустанайской области, чтобы вся сельская молодежь, не все же, например, едут в город, так же, тут остается в сельском местности, в райцентре, где не могут приобрести данную квартиру либо дом. Могли приобрести квартиру либо дом. Это у нас из-за условий, что работаешь в данном регионе, в том же регионе нужна прописка от года. У нас были такие, что были прописаны в районе, прописывали в Кустанай, но они уже не могли претендовать. А почему? Это связано со сроком? Со сроком, да. Прописка от года. Прописка от года. Есть еще какие-то определенные были требования, возможно? Вот, допустим, что касательно именно сферы деятельности. Я так поняла, что программа, в принципе, она для работающей молодежи, но есть и какие-то определенные сферы, у которых были как раз-таки преимущества, возможно, так скажем. Я так поняла, по бальной системе оценивала, да? Да, это была программа, идет программа по бальной системе для всех сфер, что мы сделали по сравнению с предыдущим годом. Это был определенный сфер, это образование, здравоохранение и коммунальные службы, спорт. В этом году мы сделали для всех, но с приоритетом образования, потому что в сельской местности много есть, работают в образовании, здравоохранение, культура, спорт, коммунальные службы и городообразующие. Им засчитывался за каждый год 2 балла. Остальным всех категориям это уже за один год 1 балл. Также за детей при наличии семьи за каждый год 1 балл. Браки с семьей за каждого ребенка 1 балл. И если имеются дети в семье инвалиды, то тоже так же выставлялся балл. Тоже дополнительный балл, да? Вообще, вот вы упомянули, сколько заявок вообще поступило. Скольким, так скажем, семьям или именно участникам программы одобрили заявку? Да, мы первые направили список уже это в конце, в октябре месяце, направили 140 заявок. Если считать 2 миллиарда 100 миллионов тенге разделим на 15 миллионов, это выходит 140 претендентов. По соглашению с банком мы направили 140 претендентов полностью по форме, как полагается. Прошли одобрение, квалификацию, 55 заявителей, которые подтвердили платежеспособность и которые уже 45 на сегодняшний день, 45 уже получили займ. Который уже будет первый займ, ноябре месяце у них. В целом, скажите, в дальнейшем получается программа будет, соответственно, реализовываться. На следующий год планируются какие-либо изменения вообще в данной программе? Да, мы на следующий год планируем также запустить эту программу. Также по всей области, по условиям всем требований, скорее всего, может быть немного пересмотр. Поступали много предложений, а также молодых специалистов, молодых людей, кто, например, не может подать, кто действительно нуждается. Также в других госорбанах поступали предложения. Сейчас мы пересматриваем, рассматриваем все вопросы, все против и за, чтобы наша молодежь могла претендовать на данную квартиру. Чтобы более усовершенствовать, да? Да, конечно. Ну, вообще я разговаривала, кто уже получил квартиры, спрашивала, какие у них были нюансы, может, какие были сложности, трудности. При оформлении сейчас подтверждения квалификации в банке, при оформлении квартиры, я думаю, что они сказали все «за». Никаких сложностей, они быстро оформились в течение недели. Аймата Кижан, уважаемые гости, сейчас мы прервемся на короткую паузу и позже продолжим наш эфир. Аптонының айшықты оқиғалары. Уткүртірган өзекті мәселелер. Саламамандарымен сұхпад. Осанателернасы қоғамдағы түрлі түйткілдерді талқылау тұрғысында тақырып хабарын назарларыңызға ұсынады. Жумасайын 19.00. Поговорим о главном политико-индустриализации государственные программы и проекты. Поспорим об актуальном образовании, здравоохранении, сельское хозяйство. Обсудим важное. Спорт, культура, история. В студии программы «Диалог» затроним самые обсуждаемые вопросы и попробуем решить их вместе. Воскресенье в 20.00 программа «Диалог» на телеканале «Костанай». Обылстың басларынасында дайықты директер. Қалатырғындары жолдың арғы бетне мұна жүрісті өткелдер арқылы өтуге мәжбір. Уақыт пенін дескен алуан ақпарат. Бірге көретін мұламыз. Ал кеттік. Жедел, дәл, анық. Мұна жерт өленің есі шынында да қолқа қабат. Мен 5 минутта штап тұралмадым. Жағымсыз ес, ауасыдадым күл. Жағымсыз ес, ауасыдадым күл. Жағымсыз ес, ауасыдадым күл. Жағымсыз ес, ауасыдадым күл. Тема разговора может быть разной. Научной и познавательной. Волнующей и содержательной. Но главное, актуальной. Стала темой этой неделе мы обсудим в эфире программы. Тема каждую пятницу в 19.00 на телеканале Костанай. Айман Тагижанна, здесь хочется спросить, как раз таки по программе Костанай Жастаре. Вы сказали, что одобрили 45 участникам. Скажите, а в чем причина, почему остальным отказали? Какие основные причины? Нет. Одобрили 55. А, одобрили 55. 45 у нас уже получили квартиры, свое жилье. 10 претендентов у нас в поисках. Им дается уведомление Сонбаса банка. То есть они как проходят квалификацию, им дается уведомление на руки, где они в течение 45 дней должны найти квартиру. После они подают уже на оценку. А остальные 85 не прошли. Кредитная история. Есть многие молодые люди, набирают в микроорганизациях займ. Там не выплачивают, но уже показывают, портится у них кредитная история. Также превышают доход. Имеются кредиты. Много у людей кредитов. Также в поисках судзаемщика. Сейчас не все идут судзаемщикам. Самые основные такие, наверное, трепания и результаты того, что люди не прошли. А вот вы сказали, что на следующий год будете еще совершенствовать, так скажем, программу. Какие-то определенные изменения будут? Примерно вы сейчас можете сказать? Что именно конкретно вы планируете поменять? Пока я не могу сказать. Это на стадии еще пока. Это на стадии разработки. Согласование. Согласование, где мы будем все собираться также обсуждать, сравнивать, какие были проблемы, какие были нюансы. И потом уже будем также заключать договор. Но в целом, я так поняла, что вообще молодежь была активна в этом году, как запустили на всю область. Да, была активна. Знаете, у нас город Кустанай. На тебе прием заявок. У них, я знаю, насколько до обеда, до обеденного часа уже было 80 заявлений. Да, у них. И поэтому она за две недели, 10 рабочих дней, уже 950 заявок. То есть молодежь довольно активна. Ну и последний такой вот, так скажем, вопрос. Касательно именно жилья, вторичную она или нет? Здесь, да. Здесь на усмотрение заявителя. Либо припретается новое жильею, Либо вторичную. Но вторичная, не старше 50 лет должно быть. Да, 15 миллионов. Если у них, они находят жилье свыше 15 миллионов, то разницу они уже сами предоставят. Сами отсаживают. Также люди ищут и за меньшую сумму. Есть и за 11, есть и за 8, есть разные суммы. Например, у нас один из претендентов в городе Лисаковск приобрел за 13 миллионов. Трикомнатную квартиру. Но ему, получается, одобрили за 15 миллионов, это максимальная сумма. Нет, ему одобрили за 13. Да, сколько стоим из квартиры, то и сумму они ему выдали. То есть вот здесь вот такой вот вопрос. Получается, сначала участник, он ищет себе квартиру, да? Ну, то есть, допустим, двухкомнатную, трехкомнатную. И после этого сумма одобряется? Или определенную сумму сначала одобрили, а потом он ищет квартиру? Ну, я думаю, что здесь больше они вначале проверяют плачеспособность заявителя. На какую сумму он рассчитывает, и он уже примерно уже дает сумму. Может ли он сумму эту взять? Динара Морзалыевна, вот здесь мы поговорили уже о программе Костанайжа Старе, да? Но здесь немножко хочется отойти как раз-таки от жилищного строительства, от данной темы и спросить, какие еще объекты возводятся как раз-таки в области, в рамках повышения качества жизни наших граждан. В рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения предусмотрено строительство 25 пунктов первичной медико-санитарной помощи. Из них 6 строятся в текущем году и 19 планируются в 2024 году. На сегодняшний день 6 этих объектов, они будут завершены сроком в декабре месяце. По 19 разрабатывается проектная смертная документация. Их вот будет в ноябре 2024 года. Также, что касается медиков, кроме медицинского обслуживания, правильнее говорить, кроме строительства медпунктов, врачебных амбулаториях, врачебных акушерских пунктов, для обеспечения жильем медиков, медицинских работников, акиматами городов и районов, выделено 683 миллиона тенге на приобретение квартир и 1,6 миллиарда тенге на строительство двух жилых домов. Это в районе Биембета Малина и Федоровского района. А также предусматривается еще реконструкция пяти многоквартирных жилых домов. В Джангельдинском, Камустинском, на Урзунском районе, в городе Аркалыке, в городе Лисаковск. На сегодняшний день приобретено 63 квартиры и до конца текущего года еще будет приобретено 13 квартир. На данный момент из семи запланированных объектов жилья введен эксплуатацию только один жилой дом в городе Лисаковск. Остальные планируются завершить до конца текущего года. Что говорить еще по строительству объектов, то все, наверное, знают, что у нас кроме общеобразовательной школы еще предусматривается в национальный проект, это комфортная школа. По комфортной школе предусматривается строительство восьми школ. Из них шесть с началом строительства в этом году и завершением в следующем году. И две школы будут строиться сначала в 2024 году, а завершением в 2025 году. Чем отличается комфортная школа от простая школа? Тем, что у них отдельные входы для начальных классов и средних классов. А также отдельные спортзалы для начального класса и для среднего класса. И у них очень большое идет оснащение именно самих школ. В этом и заключается комфортность. Также имеются некоторые предметы, которые не предусмотрены в обычных школах. Также у нас в области строятся три школы. В завершении в текущем году это школа Кунай на 900 мест. И школа в Береке на 980 мест. И в поселке Инбеку с Найского района на 100 мест. Динара Марзалыевна, вот здесь вот такой вопрос. Скажите, помимо, вот вы сказали, что пункты медико-санитарной помощи, или первичной медико-санитарной помощи, да, строятся, а также строятся школы. А что вы скажете о физкультурно-оздоровительных комплексах? Насколько нам известно, допустим, в Мендокаринском районе он строится, то есть срок идет к завершению. В рамках дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Амманат» за управлением закреплен пункт по строительству семи физкультурно-оздоровительных комплексов сельской местности. На 23-й год, согласно дорожной карте, запланировано строительство трех спортивных объектов в Аулюкольском, Кустанайском и Наурзумском районах. Реализация проектов по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов проводится в рамках проекта АУ ЕЛБСГ. При этом управление является администратором бюджетных программ, так как заказчиками строительства выступают акиматы городов и районов. В Кустанайском районе в селе Заречном ведется строительство спортивного комплекса стоимостью 375 миллионов тенге сроком завершения до конца текущего года. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. В Наурзумском районе в селе Караминда ведется строительство спортивного комплекса стоимостью 377,8 миллионов тенге. Тоже со сроком завершения строительства в текущем году. В настоящее время работы выполнены на 70%. Все ведется в соответствии с графиком. И в селе Новонеженко Аулюкольского района начато строиться спортивного комплекса стоимостью 828,4 миллиона тенге. Срок завершения также у него запланирован на 2024 год. Это переходящий объект. В целом в рамках Аулы Ельбисыга, в рамках этой государственной программы строятся различные объекты. Насколько мы знаем, и дома культур, помимо физкультурно-здоровительных. Спортивные комплексы строятся, потом дома культуры строятся, также и ФАПы строятся, это федерско-акушерские пункты. На следующий год в рамках Аулы Ельбисыга предусматривается 19 проектов. Если говорить, то в текущем году в целях развития сел в рамках Аулы Ельбисыга предусмотрена реализация 19 бюджетных инвестпроектов по строительству и реконструкции социальных объектов. Это в 14 регионах Алтенцаринском, Амангельдинском, Аулюкольском, Денисовском, Джангельдинском, Камыстинском, Карабалыском, Карасулском, Кустанайском, Медогоринском, Наурзунском, Саракольском, Зункульском районах и райоте Биэмби-Тамалин. На реализацию проекта в текущем году из бюджета выделено 5,9 миллиардов тенге. Как я уже сказала, это строительство дома культуры в селе Ершовка, центр доступа в селе Троебратного, Зункульского района, спортивные комплексы в селе Амангельдинского района, село Новонеженко, Аулюкольского района, село Заречно-Кустанайского района, Карасул, Боровском, Медогоринского района. Дальше, наверное, перечислять не надо будет. И есть еще выделены средства на строительство крытого спортивного зала в селе Харьковском, Медогоринского района. Также предусматривается реконструкция здания культурно-досугового центра с пристройкой зрительного зала на 200 мест в селе Караминды, Наурзунского района. Сельский дом культуры в селе Большая Чураковка, Потенциальского района. Спортзал и столовая для средней школы Кайдосова в селе Сужарган, Джангельдинского района. Реконструкция стадионов в поселке Карабалык, Карабалыкского района. ФОК в Карабалаке и дом-досуга на 120 мест в Камастинском районе. То есть мы видим, что в рамках программы «Аулбить селе» развивается... Да, сейчас в бюджетах выделяется очень много средств для развития именно сел, чтобы села были не хуже, чем города, чтобы население было интересно там проживать, как и по доступности жилья, так и по развитию по социально-культурному. Чтобы молодежь оставалась прежде всего, чтобы население поднималось и сам поселок развивался. То есть мы можем уже уверенно говорить, что комфорт на селе повышается, да? Да. Кроме социальных объектов, также и если слушаете новости везде, как посредством массовой информации, руководители других управлений докладываются, что и дороги ремонтируются, и освещение проводится, и водоснабжение, сети водоснабжения, как тоже самая необходимая сеть для проживания. Все делается для того, чтобы людям на селе было хорошо. Это очень здорово. Ну и, наверное, завершающий вопрос, это уже переходящий Каиман Токижановне. Вот как раз-таки, когда мы говорили про программу Костана и Жастаре, то есть не все прошли отбор, я так поняла. Что вы скажете о том, пройдет ли весь резерв вообще в целом? Что вы скажете об этом? Ну, весь резерв это не пройдет, так как у нас в резерве 1175 человек, у нас здесь и списки, которые были отклонены комиссиями, там недостаточно каких-либо документов, также имелась недвижимость в течение пяти лет. Резерв не пройдет, мы так как берем по нашему кредитному договору соглашение с Удбаса банком, предусмотрено, есть, как я ранее говорила, 15 миллионов на одного заявителя, это 140 претендентов. На сегодня мы дополнительно направили список, так как из 140 у нас прошли 55 претендентов, мы дополнительно список направили от Удбаса банк 85, где сейчас они проходят квалификацию по платежеспособности. Но я думаю, все не пройдут, и если сейчас опять же по каким-либо причинам опять те же заявители не пройдут, то мы будем опять брать с резерва. Но переходящий резерв у нас звонят на рабочий телефон с резервного списка, спрашивают, подадут ли они, подадут ли эти списки на следующий год. Мы говорим нет, так как у нас кредитный договор заключен на один год, мы заключаем от Удбаса банком на один год, за данный год мы должны освоить эти суммы. Я думаю, примерно где-то 150, ну плюс-минус, еще плюс-5 приобретут квартиры по данной программе. Вообще, в целом, я считаю, что сегодняшний наш диалог был интересен нашим телезрителям, потому что темы, которые мы сегодня поднимали, они весьма актуальны. Вообще, в целом, жилищное строительство в регионе, мы видим, что ведется активными темпами. И очень радостно видеть, что для нашей молодежи предоставляется возможность взять, так скажем, жилье под низкий процент. И надеемся, что в дальнейшем все достигнутые вами задачи и цели будут выполнены. И мы желаем вам дальнейших успехов. Спасибо, что уделили время и пришли к нам сегодня в студию. Спасибо. Уважаемые телезрители, ну а наше эфирное время подошло к концу. С вами была Первая студия. До встречи.